Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня у нас с вами эфир на тему «Где найти силы, чтобы взлететь?». Мы сегодня будем говорить об энергии, об энергичности, вообще обо всем том, что нас питает, что дает нам силу, что дает нам заряд для того, чтобы двигаться в жизни. Потому что всем известно, что машина не может двигаться без бензина. Точно так же человек не может двигаться без энергии, и то количество энергии, которым мы обладаем, то количество энергии, которое мы можем использовать, а не просто знать, что оно у нас есть, но вот, знаете, как деньги запертые в сейф. Вроде бы деньги есть, а потратить мы их не можем. Вот у многих людей то же самое происходит с энергией. Многие люди считают, что у них просто нет энергии, у них низкий какой-то ресурс энергоемкий, ну такой я родился, ну вот как-то так у меня, ну я флегмат, ну я спокойный. Но на самом деле нет. И сегодня мы будем на эту тему с вами говорить, для того, чтобы понять и узнать, каким образом мы можем высвободить свою энергию и направить ее на то, что нам нужно. Направить ее на деньги, направить ее на удовольствие, направить ее на собственную реализацию, направить ее на классные отношения и так далее. Ведь для того, чтобы мы могли с вами что-то в этот мир дать, как бы притянуть, мы должны это в себе обнаружить. И первая хорошая новость, с которой я, пожалуй, начну, это то, что у каждого из нас есть огромный, я бы даже сказала, бесконечный, неограниченный ресурс энергии. И в принципе, когда человек рождается, он очень энергичный. Помните, дети, у них очень много сил, они все время горят, они все время куда-то бегут, они что-то хотят, но просыпаются взрослые, опытные, человек, умудренный опытом, который уже все знает, он уже знает, что и как происходит, и он зачастую начинает говорить. Это не трогай, туда не ходи, я это уже проверял. И начинает ребенка, который как бы наполнен этой энергией, начинает его энергию гасить. Ведь для нас очень важно что-то пробовать, для нас очень важно что-то открывать новое, ведь именно новое дает нам возможность получать некий опыт, свой опыт. Именно новое дает возможность нам экспериментировать, дает нам возможность для чего-то, какого-то создания. Но частенько бывает такое, что вот рядом с тобой находятся люди, которые тебя постоянно гасят. И делают это, что самое интересное, как бы из лучших побуждений. «Послушай меня», говорят они, «не торопись, не вылазь, не надо тебе, тише едешь, дальше будешь, аккуратненько». Вот эти все стереотипы шаблонного мышления, которые взрослые начинают передавать своим детям, передавать своим близким, людям, якобы «я тебе добра желаю» в результате и гасят энергию. Почему так происходит? Да потому что любая ваша мысль, ваша идея, ваше начинание, ваша мечта, вот вы себе что-то придумали маленький в голове или даже взрослый, вы прописали себе что-то в блокнот, вы сходили на какой-то тренинг, вы чем-то новым живете, но вы сталкиваетесь с реальной жизнью. И в реальной жизни вам говорят, «Не-не-не, тихонечко, давай, не сейчас, послушай меня, давай будем рациональными, давай будем». И вот вас потихонечку, потихонечку, потихонечку загоняют в какие-то рамки. И за счет того, что вы эту энергию не выдаёте, вы её не в состоянии новую получить. И вы вместо того, чтобы научиться циркулировать энергии, это знаете, как вот океан, правило океана, если ты зачерпнул каким-то, пусть ложкой огромной, какой-то миллионно-литровой, зачерпнул, обязательно это место наполнится. Так вот, если ты не черпаешь, то у тебя ничем это не наполняется, и процесс живой начинает превращаться в такое истощение. И в какой-то момент ты чувствуешь, что каждый день ты просыпаешься, а сил в тебе меньше, а энергии в тебе меньше, ты становишься очень шаблонной. Твои дни один похож на другой, ты очень шаблонной становишься в своей одежде, в своих отношениях, в своей еде, в своих заработках. Ты, может быть, даже достигаешь какой-то определенной для себя высоты и сравниваешь себя там с собой каким-то там, и говоришь, не, ну сейчас-то мне лучше, но ты не развиваешься. Запомните главное правило энергии, и оно же главное правило жизни. Мы постоянно должны находить новое, исследовать новое. Мы постоянно должны работать с новым, пробовать новое, ошибаться, зарабатывать свой опыт, строить новый опыт. В этом и есть наша жизнь. Почему люди, которые работают и не уходят на пенсию, они живут всегда дольше и счастливее? Потому что это люди, которые постоянно включены, это люди, у которых есть свои дела, это люди, которые точно знают, что они не проснутся завтра, и у них будет опять такой же день с газеткой, там, я не знаю, сходить в магазин, приготовить творожок. Это страшное доживание. Когда вам необходима ваша энергия, когда вы человек, который живет, когда вы человек, который постоянно что-то познает, пробует, вы чувствуете себя гораздо более счастливым. И это одно из важнейших правил. Когда человек принимает решение смириться с тем, что у него есть, например, ты находишься в каких-то отношениях, очень часто я это слышу от девушек, не устраивают эти отношения, но она говорит, у нас есть дети, я не хочу вот это все бередить, мне проще терпеть, мне проще ничего не делать, мне проще молчать. Вот это проще вас убивает и эту вашу энергию выпивает. Я в каждом эфире всегда отвечаю на один и тот же вопрос, когда люди спрашивают, где взять больше энергии, где взять энергии, сколько у вас. Вот тайна и ответ заключаются в том, что эта энергия у вас есть, ее у вас ровно столько же, сколько у меня, но мы с вами по-разному ее используем. Помните, когда вы наполняете ванну, но у вас либо не работает, либо плохо работает вот эта затычечка, и у вас вода, вы думаете, ну как так, я наполнил ванну, пришел, половина воды нету, или вообще одна пенка осталась, вы так собирались с ней полежать замечательно, вы наполняли, свечи включали, музыка играла, и вы приходите в ванну, и через пять минут у вас нету воды. Вот история в этой затычке, насколько ваша, простите, затычка крепкая, у вас уходит энергия тогда, когда у вас есть то, что ее пожирает, а то, чего быть не должно. То есть представьте себе, что у вас есть такие маленькие ротики, которые жрут вашу энергию, водичку в ванной. Как это происходит? Кто эти ротики? Это ротики занятия, которые вам не нравятся. Вы, например, знаете, что вы с утра встали, и вам нужно поубирать, или вам нужно погладить, вам нужно сделать какую-то домашнюю работу, которая вам не нравится. Вы идете на работу, которая тоже вам не нравится. Вы общаетесь с людьми, которые вас напрягают. Вы надеваете одежду, это важно, кстати, которая вам не нравится, в которой вы себя не ощущаете. классным каким-то человеком и так далее, вы находитесь в отношениях с партнёром, которого вы не любите, или который вас бесит, у вас есть какие-то нерешённые проблемы, ссоры, какие-то недопонимания, и вы знаете, что сегодня начнётся снова, вот это всё, это те самые рты, которые находятся в вашей ванной и жрут вашу воду, и вы не понимаете, почему рядом Маша ложится в ванной, у неё хватает воды, а у вас нет, и вы постоянно пытаетесь черпать это откуда-то, представьте себе, вы заняты, вы думаете, так, ладно, я всё равно наполню эту ванну, но вы понимаете, что такое наполнять ванну, в которой всё время пьют воду, вы устаёте ещё больше, потому что вы думаете, ну я ещё, ну я ещё, и вы с одной стороны эту воду набираете, но пока вы эту течу в виде пожирающих ртов не устраните, это будет бесконечный процесс, и, конечно, в такой момент мы, это очень часто, например, на примере денег, да, когда вы много работаете, и вы думаете, блин, мне нужно ещё больше денег, я буду больше работать, вы не боитесь работы, вы берёте больше подработок, вы там придумываете всё время что-то, ещё новенькое, ещё новенькое, но у вас по-прежнему не хватает, вы не можете понять, что происходит, почему я больше зарабатываю, но мне всё равно не хватает, а происходит это, например, если говорить о деньгах, чаще всего, даже не потому, что вы там много тратите, не факт, чаще всего это происходит из-за внутренних программ, когда у вас стоит внутренняя какая-то программа, как это долго стояло у меня, что деньги это тяжело, я когда занималась проработкой денежных программ в медитациях, я очень чётко вспомнила установки своей мамы, которая всё время мне говорила, что деньги это тяжело, каждый раз, когда мама давала мне деньги, у нас всегда, в принципе, были деньги, но каждый раз, когда мама их давала, она подчёркивала мне при покупке любой вещи, при деньгах в школу, в университет, как тяжело мне достаются эти деньги, и цени меня, пожалуйста, говорила мама, потому что мне это достаётся тяжело. Когда моя мама болела, у неё были очень серьёзные, она там в 10 классе, она очень сильно заболела, она не могла ходить, и она говорила мне, видишь, я так тяжело работала, чтобы у тебя всё было, и мне очень тяжело достались эти деньги, поэтому цени. Представляете, какое у меня было чувство вины, что я знала, как маме тяжело достаются деньги, что она всё равно их заработает, я всегда знала, что я не буду голой и босой, но какое чувство вины у меня каждый раз было, когда я понимала, что это я, значит, так довела маму, это из-за меня она зарабатывала так деньги. Я помню хорошо, когда мы шли на рынок, а раньше это были рынки, и мама покупала мне какую-то вещь, которую я хотела, раньше такая, знаете, модная вещь одна появлялась, там белые курточки или там оранжевые джинсы, и все там шли их покупать. И вот моя мама мне покупала и говорила мне, помни, Олечка, что это ради тебя, как тяжело мне, но я ради тебя готова. И моя мама это делала, потому что она хотела подчеркнуть, какая она молодец. Но у меня записалась программа, что деньги – это очень тяжело, и что я где-то даже виновата, что моя мама так тяжело работала. Она это делала не потому, что она плохая мать, нет, она потрясающая мать. Она не знала, она не понимала, и я вам скажу больше, что сейчас очень много людей, уже когда находятся в мире, когда гораздо больше информации, по-прежнему не понимают и говорят своим детям гораздо хуже вещи. Поэтому ваша задача быть очень внимательными к тому, что вы говорите вслух своим детям, не понимая, чего это может им стоить в будущем. Так вот эта история про то, что деньги – это тяжело, это была моя течь. Я могла зарабатывать много денег, но я всегда знала, что деньги всегда приходят ко мне тяжело, и эта программа накладывала для меня то, что раз они приходят так тяжело, то мне нужно их тратить. У меня включалась обратка. То есть я истерически тратила деньги на всё, потому что у меня была следующая история. Моя мама очень часто повторяла мне, у нас была такая, значит, интересная штука. Моя мама очень неплохо зарабатывала. Она работала в валютной сфере. Она занималась, ходила в рейсы с 18-19 лет. Она была в пароходстве, было черноморское пароходство, и она ходила в рейсы. И там все работали с иностранцами. Моя мама знала язык, она работала в валютном баре. Ну, в общем, моя мама очень коннектная и красивая. И она, в отличие от меня, всегда очень умела располагать к себе людей без злинки и агрессии, которая внутренняя, ну, такая у меня, может быть, не агрессия, но такая вот, да, вот, вот, перчинка. У моей мамы этой перчинки не было. И её люди к ней очень сильно располагались. Никто не видел в ней чего-то такого, что вот люди видят во мне. И когда она вернулась с рейса и уже забеременела мной, вышла замуж за папу, в Киеве были и есть гостиницы. Но тогда их было очень мало, и там были валютные бары, и там были иностранцы. Это было СССР. И моя мама работала с валютой в валютном баре, поскольку у неё был опыт в пароходстве. В общем-то, ну, раньше же всё как-то было очень по-другому, очень сложно. И моя мама работала в валютных барах. И у моей мамы был доступ к валюте, мы даже были, были специальные магазины валютные, в которых могли одеваться по каким-то купонам. В общем, моя мама была очень пронырливая, и у нас были такие возможности, которых не было у обычных людей. Плюс мой отчим на тот момент, за которого мама вышла замуж, был, работал в КГБ, и, как вы понимаете, в статусе они были очень неплохи. И мама зарабатывала деньги и откладывала в валюте. Я всё это знаю с маминых рассказов, которые были в детстве, которые очень плотно у меня уложились. И вот я помню, что квартиры стоили в центре города, а это было... Раньше всё мерилось, вот это центр, это, знаете, вот... Ну, всё было очень просто. Трёхкомнатная квартира — это вышаг, двухкомнатная — это классно, однокомнатная — это хуже. Центр — это ты, значит, элита. И я очень хорошо помню, как моя мама говорила папе и своим друзьям, ну, там, в узких кругах, что у нас есть 3000 долларов, и мы можем купить себе квартиру в центре. Но мой папа, ну, отчим, он был в КГБ, и он развёлся со своей первой семьёй. И тогда, помните, давали квартиры. И ему должны были дать вторую квартиру, потому что он развёлся, у него появилась новая семья, новая ячейка общества. И мама не хотела покупать квартиру в центре, потому что она вообще не хотела покупать, потому что тогда бы не дали. Но случился вот этот вот момент, 92-93 год, когда деньги все обесценились, когда, значит, там началась какая-то страшная жришка, нам дали эту квартиру. Но когда нам дали эту квартиру, деньги настолько все обесценились, что мы даже ремонт уже не могли позволить себе сделать. Плюс началась какая-то перестройка, да, начались какие-то совершенно другие неожиданные времена. И, в общем-то, все богатства мамы, которые были, они были уже не столь богатствами. Но, тем не менее, моя мама пыталась играть роль, поскольку у неё был первый брак, где мама, я так понимаю, была очень важной и главной. Во второй браке она решила сыграть роль женщины, которая, знаете, типа не такая, женщины, которая слушает мужа, но при этом очень слабо зарабатывая. И была такая история, когда моя мама поехала в Грузию с моим отчимом и, по-моему, со мной. И в Грузии, ну, раньше, знаете, всё было как из-за границы. В Грузии были какие-то очень красивые люстры, я это очень хорошо помню, и моя мама хотела купить люстру, но мой папа сказал, что давай, Валечка, ещё посмотрим, не будем торопиться. И вот всю жизнь, сколько мы жили в этой квартире, я помню, как мама говорила папе, а мы жили без ремонта очень много лет, потому что потом у нас не было на него денег, я помню, как мама говорила папе о том, что почему я тебя тогда послушала, ведь у нас могли бы висеть роскошные люстры, и они не висели, а денег теперь нет. И у меня записалась очень чётко такая программа, что деньги, когда они есть, их нужно быстро тратить, потому что они могут обесцениться и исчезнуть. И мой муж не даст вам соврать, что у нас никогда не было денег в нычках особо, потому что я всегда все деньги интуитивно, очень чётко умею тратить. То есть вот сколько бы денег ни было, когда я, например, видела, что у нас большие суммы приходят, я тут же заказывала машины новые там и так далее, путешествия, поездки, шмотки, я очень чётко, интуитивно знаю, сколько денег я могу потратить. И когда я осознала, что эта программа из-за страха, я поняла, что, ну, Серёжа меня очень много и часто этим в какие-то периоды времени обвинял меня в этом и говорил мне всё время, что, ну, это же невозможно, с тобой никогда ни хера не накопишь, потому что как это сделать? Ты всегда, то есть если мы зарабатывали 5 тысяч долларов, ты спускала 5, если мы зарабатывали 100 тысяч долларов, ты спускаешь 100, то есть ты очень, у тебя заточен этот маятник. И когда я начала разбираться своими программами подсознания, заходить в глубокие медитации, находить крючки, я поняла, в чём есть проблема. И, безусловно, это позволило мне работать, начать работать с этой утечкой, убирать эти страхи, потому что, безусловно, в основе всего этого лежат страхи. То есть страх, что, например, у меня будет много денег, которые могут исчезнуть. Так я их хотя бы на удовольствие потрачу, понимаете? Я всё время, Серёжа, повторяла такую фразу, когда покупала очередную дорогую сумку. Я ему говорила, так у меня хотя бы сумочка останется, а так ничего не останется. Когда, например, у нас там был бизнес, в который мы инвестировали больше 100 тысяч долларов и который не состоялся, я ему говорила о том, что хорошо, что в это время 10 тысяч евро я инвестировала в сумочки, потому что они у меня остались. То есть это такая внутренняя, как бы, мой страх. И вот это те штуки, с которыми мы должны работать, если мы хотим, чтобы это заканчивалось. В противном случае эта течь будет постоянной. Например, если говорить о деньгах, конкретно об этом случае, сколько бы я не зарабатывала при таком раскладе, я бы всё абсолютно спускала. Это не говорит о том, что это плохо, но всё-таки, согласитесь, неплохо, когда у тебя есть ещё какой-то кэш, какая-то наличка, и ты чувствуешь, что у тебя есть деньги в любой момент времени, а не только в момент того, что тебе надо постоянно работать и жать на педаль, иначе как бы тебе нечего будет есть. А я с этим тоже как бы сталкивалась. Поэтому момент энергии, как и момент денежной энергии и любой энергии, мы должны понимать, что мы все с вами имеем один и тот же ресурс. Но за счёт того, что у нас есть наши паразиты, такие как наши внутренние программы, такие как люди, которые нас окружают, наша неосознанность в том, кто нас окружает, с кем мы общаемся, о чём мы говорим, чем мы кормим свой мозг, это испускает нашу энергию. Вот что мы должны понимать, что вопрос всегда не в том, где взять больше, вопрос в том, как убрать паразитов. Вот это, наверное, такой, знаете, пусть будет ваш личный инсайт. То есть когда мы говорим, постоянный такой есть у нас момент в жизни, мы говорим, я родился не в той семье, не в тех условиях, мне не дано, но у меня изначально менее выигрышная позиция. Мы только что ехали с Евой на танцы, я её вот отвезла, и она мне говорит, мам, ты знаешь, что звёздами не становятся, звёздами рождаются. Мне сейчас очень интересно опробовать себя в качестве такого тренера со своими детьми, потому что я понимаю, что сейчас то, что я своим детям говорю и могу повернуть это, это ляжет на их уровень подсознания. И я ей говорю, Ев, ты, конечно, права, что звёздами, может быть, и рождаются, но говорю, смотри, вот такой пример. И рассказываю ей это на примере её сестры. Очень важно рассказывать детям примеры, такие, которые бы они могли себе представить. А представить они могут вот в основном на тех людях, надо, чтобы у них сформировались образы. А сформироваться образы могут на тех людях, которых они знают. Я ей говорю, вот смотри, у тебя есть сестра Алиса. И говорю, когда она пришла заниматься гимнастикой, она, помнишь, говорю, какая была там толстенькая, кругленькая такая, вот хомячок, Алиса такая полная была девочка, вот колобочек такой. Я говорю, я когда её показала тренеру, тренер говорит, ну, конечно, как бы звёзд с неба не хватает, ну, посмотрим, растяжка не очень, стопы не очень, но специально утрирую. И говорю, была другая девочка, её звали Катя. Говорю, она такая вообще была гибкая, такая стройная. Все, когда на неё смотрели, говорили, ну, прям рождена быть гимнасткой. Я его внимательно слушаю. Я говорю, а потом они начали тренироваться. Катя знала, что она звезда, что она рождена быть звездой, поэтому Катя плохо тренировалась, Катя пропускала тренировки, Катя не всегда слушала, что ей говорят, Катя любила болеть и так далее. А была, а Алиса, говорю, она, у неё не было, она не была звездой, поэтому она старалась. Она просто ходила на тренировки. Ты же знаешь, говорю, что Алиса у нас не болеет никогда, что Алиса начала заниматься, начала меньше кушать, начала больше ходить в зал, и всё время ходила, ходила и ходила. Говорю, сейчас у тебя кто, Алиса? Она говорит, сейчас Алиса лучшая девочка, значит, там, в своей группе, в своей школе, ну, неважно. Я говорю, да. Говорю, а Катя знаешь, где? Она говорит, где. Я говорю, а Катя ушла с гимнастики, потому что Кате надоело ходить на гимнастику. И вот, говорю, Катя могла быть звездой, но не стала. И это очень важно, когда вы можете очень просто объяснить ребёнку, что происходит. Вторая история, о которой мы сейчас часто говорим с ребёнком, это болезнь, пандемия. Мы говорим не о болезни, а мы говорим, она постоянно не понимает, почему что-то закрывается, что с этим карантином, почему сегодня ей нужно идти на танцы, а завтра не нужно, почему об этом всё время она не понимает. И она мне задаёт вопрос, мама, почему люди болеют, почему люди умирают от болезни. И я ей сказала такую вещь, я думала, как бы мне ей это подать. Я ей сказала очень простую штуку. Ева, ты помнишь, когда болела мама? Она говорит, ну, один раз очень давно. Я говорю, ты помнишь, когда болела Алиса? Она говорит, ну, я уже не помню. Я говорю, ты помнишь, когда болела ты? Она говорит, нет. Я говорю, а представляешь? Говорю, Алисе, сейчас можно заболеть? Она говорит, ну, нет, у неё сейчас турнир, у неё второй турнир, у неё во дворце спорта, у неё репетиции, тренировки. Я говорю, вот теперь давай с тобой подумаем внимательно. Как ты думаешь, почему болеют люди? Потому что им нечем заняться, потому что людям скучно жить, потому что у людей нету целей и планов, потому что люди имеют время на то, чтобы думать об своей болезни, поэтому они болеют. А если ты занята своим любимым делом, ты знаешь, что у тебя много тренировок, у тебя турниры, тебе хочется пойти в школу, тебе нужно снимать тикток, о каких болезнях ты можешь говорить. И вы знаете, на неё это произвело очень сильное впечатление, она постоянно начала повторять, а мы никогда не болеем, нам некогда болеть. Она говорит, можно я заболею один раз, когда буду старой бабушкой? Я говорю, можно, в 200 лет и умрёшь сразу. Она говорит, супер вариант. Это очень важное программирование, которое мы делаем себе, очень важное. Ещё у нас такой был, ну ладно, наверное, я буду по детям делать отдельные эфиры, потому что у меня Ева прямо очень такой, знаете, кладезь информации. Но вопрос о том, что каким образом мы настраиваемся, каким образом мы учимся анализировать, каким образом мы учимся объяснять что-то своим детям, мы должны понимать уровень своей ответственности. И мне, например, мои дети очень помогают в том, чтобы самой осознать, как смотреть на те или иные вещи, не отнекиваться, не отбекиваться, не вести себя как-то странно. Вот, Ева вот у меня первое время очень сильно боялась выходить без повязки. То есть единственная в нашей семье, кто боялся, няня умудрилась там её немножечко попугать в этом деле. Вот я ей тоже очень чётко всё разложила и объяснила, и я понимаю, что самое главное это то, что мы формируем у ребёнка в голове. Ну вот ещё всё-таки вам расскажу такую штуку. Я всё время учу детей своих контролировать, что они говорят и о чём они думают. И я учу детей визуализировать. Я всё время учу Еву, как побеждать на турнирах, что нужно сделать, чтобы выиграть. И одно из таких, это, кстати, по-моему, я даже где-то это услышала, если я не ошибаюсь, не я это придумала, но одно из классных правил, которые я ей говорю о том, что у неё на плече сидит ангел-хранитель, такой ангелочек, который всё слышит. И я ей говорю, что когда ты этому что-то, говорю, он слышит не только то, что ты проговариваешь, но и то, что ты думаешь. И когда ты что-то произносишь, он это воспринимает как руководство к действию. Когда ты ему говоришь, я болею, он слышит, что ты хочешь заболеть. Он слышит от тебя вот эту фразу, я хочу заболеть. Поэтому ты никогда не проговариваешь такие вещи даже в шутку. Если ты говоришь, я проиграю или я боюсь проиграть, он слышит, я хочу проиграть. И он даёт тебе это, он выполняет абсолютно всё. Поэтому будь внимательна к тому, что ты говоришь. Говорю, как ты считаешь, почему людям, люди мало зарабатывают денег, почему людям не хватает на еду, далеко не все люди, ты видишь, ездят на хороших машинах, далеко не все дети могут позволять себе столько тренировок, покупать красивые платья, одежду. Мы много говорим с детьми про деньги. И я объясняю им, что самое главное — это то, что люди постоянно говорят вслух своему ангелу. «У меня нет денег, я мало зарабатываю, где мне взять?» И это провоцирует всё остальное. Это очень серьёзные глубокие разговоры. Но сейчас, например, когда Ева меня спрашивает, ну, долго спрашивала, чем я занимаюсь, и сейчас она мне говорит, я поняла, как ты зарабатываешь деньги, ты учишь других людей, как быть богатыми и как правильно думать. Это, вы знаете, такие сумасшедшие для меня инсайты, что мою дочери пятилетней, она может уже объяснить, чем занимается её мама и насколько это важно. И, конечно, я очень хочу, чтобы она об этом рассказывала своим детям, с которыми она дружит, потому что я тоже чувствую, что таким образом я могу сеять какие-то вещи. Поэтому очень важно, понимайте, будьте такими же детьми и понимайте, насколько важно всё то, что вы говорите, насколько важно жать на эти кнопки. И когда… но это как бы одна важная штука, но у нас с вами есть то, что уже в нас заложено. Это вот эти уже пожиратели нашей энергии, любой, будь это денежная энергия, финансовая, в отношениях. В отношениях нашу энергию пожирают что? Тоже устаревшие программы, родители, которые ссорились между собой, и там у них были какие-то отношения, и это пожиратель нашей энергии в отношениях. Когда мы берём некие модели, и мы их на себя постоянно-постоянно прикладываем, не понимая, почему мы не можем построить другие отношения. Вообще в жизни, знаете, такая штука, всё очень сильно взаимосвязано. И когда мы, например, финансово нереализованы так, как бы нам хотелось, или чувствуем свою уязвимость, это, например, всегда отражается на личных отношениях. Потому что я на своих примерах знаю, что мужчина, который, например, недостаточно зарабатывает, он всегда себя неуверенно чувствует со своей женщиной, если женщина, например, стремится к этому. То есть такому мужчине либо нужна женщина, которая ничего не хочет, и ему будет нормально с ней, либо у мужчины начинается дискомфорт, когда он не может свою девушку отвезти на первом периоде, не знаю, купить ей шоколадку, отвезти её в ресторан, потом он не может снять квартиру, чтобы жить, потом он не может купить эту квартиру, потом он не может содержать их детей и так далее. И я на себе, например, даже в своём браке очень сильно ощутила, как меняется мужчина, когда у него перестаёт быть тот достаток, к которому он привык или к которому он стремится. Мужчина в этот момент теряет себя. Так интересно, то есть он в этот момент превращается в какое-то такое, знаете, полуничтожество. Он сам портится, он даже, он неосознанно это с ним происходит, он не понимает, но он настолько сильно комплексует, это, знаете, как женщина условно, которая там родила ребёнка и до этого была сексуально раскрепощённой, красивой, всё, родила ребёнка, видишь, у неё там живот висит, целлюлит, и она превращается в злую, она мужчину к себе не подпускает, потому что она страшно комплексует, и она себе не нравится, и она начинает себя вести вообще неадекватно, так как бы она себя не вела, потому что она себя не принимает. Нам очень важно, чтобы мы соответствовали своему личному образу, тому, который мы себе придумали. Помните, когда ты смотришь на себя в зеркало, и ты себе не нравишься, и там твой парень к тебе что-то ля-ля-ля, а ты на него с агрессией, он говорит, ты прекрасно выглядишь, ты такая красивая, да тебе насрать сейчас на это, потому что ты себе не нравишься. Это я ещё очень не люблю, когда мужчина говорит, например, мне, ой, ты мне нравишься в этой одежде, ты себе не нравишься, а ему нравишься. И он говорит, нет, тебе в этом хорошо, я просто готова, например, своего мужа удушить в этот момент. Я ему говорю, просто отойди отсюда, это идёт в мусорку, всё, мы это не обсуждаем, потому что мне очень важно, чтобы я сама себя воспринимала, чтобы я соответствовала самой себе. И вот эти все соответствия и создают нашу такую вот, знаете, энергетическую оболочку, потому что когда я себе нравлюсь, когда я достаточно зарабатываю, когда я знаю, чего я хочу, когда у меня есть мои цели, мои задачи, когда я каждый день что-то для этого делаю, я себя чувствую значительно лучше. Простые банальные примеры. Ты просыпаешься утром и стоишь перед выбором, идти на тренировку или не идти на тренировку. Тебе лень, ты понимаешь, что надо, но тем не менее у тебя есть сопротивление. Но вспомните, каждый раз, когда вы идёте на тренировку, какую гордость вы ощущаете после, потому что вы понимаете, что вы сделали что-то очень важное, вы понимаете, что вы сделали то, что вы запланировали, вы понимаете, что вы поработали над своим телом, вы понимаете, что вы сделали какое-то надусилие над собой, и вас, блин, это прёт и зажигает. Вот. Поэтому вот это нас и формирует, соответствие того, каким мы себя придумали, и того, как мы можем себя к этому двигать и подводить. Потому что очень часто люди вот на марафоне «Рерайтер жизни», да, мы пишем книгу своей жизни, и людям очень нравится, и очень многие увлекаются тем, что прописывают свою жизнь, как они хотят выглядеть, с чем они хотят заниматься, как они хотят себя ощущать. Начинают медитировать на это, начинают визуализировать, начинают практики делать какие-то. Но в реальной жизни очень боятся этих изменений. Важно понять, что необходимо двигаться не только в своей голове, но и в реальности. И когда реальность начинает жизнь вашу каким-то образом менять, она даёт вам возможности. Она вам даёт возможности. Вот, например, человек говорит, «Меня не устраивает мой партнёр. Я понимаю, что я хочу другие отношения. Я боюсь их менять, но я этого хочу». Человек начинает делать визуализации, практики, работать над другими отношениями, над другим партнёром. И вдруг в реальной жизни у него начинают возникать конфликты с его нынешним партнёром. Начинает что-то шевелиться. И человек что начинает делать? Он хватается за этого партнёра и начинает спасать ситуацию. То есть он, с одной стороны, говорит о том, что мне это не нравится, я хочу это поменять, с другой стороны, он боится, как только начинаются изменения. Но ведь изменения начинаются именно через движение в работе. Человек говорит, я хочу другую работу, я хочу другим заниматься. У него происходит процесс увольнения. Или там, ну вот, ему говорят, мы хотим вас уволить, или ему предлагают другую работу. Человек говорит, нет, я боюсь другой работы. Это же как-то некультурно, неприлично. Или там, увольнение, пожалуйста, не увольняйте меня. Посмотрите внимательно за тем, о чём вы думаете, к чему вы стремитесь, и как вы на это реагируете в реальной жизни. Любые изменения тут же начинают приводить человека к состоянию шока. Но ты же сам этого просил, ты же сам этого хотел. Всё начинает двигаться. Изменения — это всегда движение. Это всегда, когда что-то старое начинает уходить, тебе даются возможности. Посмотрите в своей жизни вот всё, что с вами происходит. Начните на это смотреть не просто как на какие-то вещи, которые происходят сами по себе, а как на то, что это движение к вашему плану. Что вот это начинает меняться реальность. И смотрите на то, что происходит с позиции того, что это тот путь, который мне указывают, по которому мне нужно пройти. Увольняют — супер. Если у меня есть возможность сейчас стать главным — супер. Идите в это. Не стойте рядом и не бойтесь, потому что в этом случае ничего не изменится. Мы в своей голове с помощью энергии и мыслей способны начать управлять реальностью. Но это не означает, что мы в реальности не должны жить, что в реальности не будет происходить реальных разговоров, реальных расходов, реальных заходов. Реальность, она никуда не девается. Понимаете? Я могу придумать себе там, что я хочу, не знаю, собрать стадион, но выступать на стадионе физически нужно мне. Вот я, например, одной из программ, которую я себе программирую, это то, что на моём пути встречаются нужные мне люди, которые помогают мне достигать моих целей. И вот мне на днях пишет человек, причём даже не один это было, и делает мне предложение. Говорит, Оль, привет там. Вот мы с тобой работали по таким-то проектам, а я сейчас работаю по такому-то проекту. Не хотела бы ты, значит, там вот принять участие? И что вы думаете первым, выдаёт мой мозг? Да нахрен надо? Да я не знаю, что это такое, туда не пойду. Я возвращаюсь к тому, о чём я прошу. И думаю, ну я же постоянно, ежедневно программирую себя и притягиваю к себе людей, которые помогают мне меняться. Почему, если сейчас в мою жизнь заходит человек, которого я знаю, которого я уважаю, и предлагает мне, я ему говорю нет. Понимаете, как мы выглядим со стороны? Вот так вот всё и происходит. Точно так же, как девушка, которая хочет каких-то отношений, и говорит, я хочу классных отношений, её приглашают на свидание, она говорит, нет, а это не тот. Ну ты же ещё даже не знаешь, кто-то он, не тот. Сделай просто какой-то шаг, просто сходи, просто ты же просишь отношений, что-то значит надо с этим делать. Вот это очень-очень важные моменты, на которые важно обращать внимание, что когда вы начинаете внутренне над собой работать, это, кстати, очень такой важный, я готова няню сейчас свою прибить, от неё вылазит 300 тысяч сообщений. Очень важный момент, что когда мы начинаем над собой работать внутренне, для рерайтовцев, это реагировать на то, что происходит в жизни. Очень важно. Как понять, где эта интуиция говорит, а где страх? Чаще работать над своей интуицией, поверить, ну то есть медитации дают возможность, если вы медитирующий человек, а если не медитирующий, самое время этим заняться, дают возможность проснуться своей интуицией. Я программирую себя на то, что я доверяю своей интуиции, и первые мысли, которые ко мне приходят интуитивно, это и есть моя интуиция. И я начинаю им верить. Даже в тот момент, когда, как мне кажется, я ошибаюсь разумом, я всё равно и доверяю. Мы должны показать вот этот процесс доверия. Тогда ваша интуиция будет просыпаться всё чаще и чаще. Думайте, вот лучше всего интуиция просыпается именно в момент медитации. И, как правило, интуитивная мысль — это та мысль, которая пришла к вам первая. Не то, когда вы сказали, да нет, так не может быть, и разум ваш объяснил. А именно тогда, когда ваше правое полушарие максимально задействовано. В медитативном состоянии левое полушарие отключается и включается правое. Поэтому чем чаще вы медитируете, ну, по крайней мере, хотя бы раз в день, хотя бы что-то, ваша интуиция врубается больше. Практика даст вам возможность сделать так, чтобы ваша интуиция была с вами на связи всегда. Так, что делать, когда я весь всё время думаю и делаю всё возможное для того, чтобы получить работу уже на протяжении года, никак дальше собеседование не приходит. Но вы можете быть человеком-дятлом, знаете. Вот, то есть вы не слышите ничего, посмотрите на ситуацию с разных сторон, проанализируйте. Возможно, вы не, ну, как бы, вы не ходите на те собеседования, это не та работа. Возможно, вам вообще не нужны собеседования, а вы думаете параллельно о своём деле. Возможно, вот важно честно посмотреть на ситуацию. То есть, возможно, вы где-то идёте, скорее всего, не туда, куда вам надо, не тем путём. И если оно вам так активно не даётся, то попробуйте другие варианты. Посмотрите, а как бы, как я ещё это ощущаю, как это ещё можно было сделать. Двери твои всегда открываются сразу. Это я вот точно знаю. Вот что они открываются сразу. Поэтому, когда вас куда-то не пускают, переставайте туда стучаться и ищите другие входы. Это как, знаете, вот к зданию подойти и через одну дверь ломиться. А оказывается, рядом есть соседняя. Подумайте, что-то вам говорят. Так, порыдуя в лыкий конкурс, хочется инши в жите складается, поревненно добрая. Ну, я не могу вот так вот вам наскоком сказать, ничего не понимая ситуацию. Но я точно знаю, что нужно подходить с разных сторон. Думать, размышлять, подключать, делать. Ну, у меня в этом плане есть всегда какие-то техники, которые помогают мне. Но на самом деле интуиция — это очень мощный инструмент. И, как правило, вообще все ответы зашиты в нас с вами. И если мы развиваем себя, если мы свой мозг очищаем от вот этого мусора, от постоянных страхов, от постоянных разговоров ни о чем, мы начинаем слышать то, что нам нужно. Это как, знаете, убрать все лишние голоса. Переставайте питать мозг шлаком. Это важно. Вот эти вот утечки энергетические — это тоже шлак. Это, знаете, как вот ты утром встал, и ты бесконечно листаешь эту ленту. И там что-то бесконечное. Я вот сегодня подумала о том, интересно, я не знаю, сколько лет я не была без телефона. Я даже представить себе не могу это, потому что у нас есть... Ну, у меня работа плотно, да, связана с телефоном, там, вся жизнь связана с телефоном, естественно. Это как будто бы отключиться от розетки. Но мне стало интересно, каким бы был мой день, вот если бы я его провела вообще без телефона. Вот каким бы он, интересно, был. Как бы, насколько больше времени я бы получила, насколько больше времени я бы могла вообще чему-то уделить. И мне кажется, это фантастически было бы, честно вам скажу. Страшно, но фантастически. Поэтому вот эта наша утечка энергетическая, наша зашлакованность, наша... Помните, как вот, я не знаю, у вас такое бывало или нет, когда ты остаёшься без машины, ты выходишь в город или даже на свою улицу без машины, ты вдруг обнаруживаешь вообще так много нового, ты видишь вообще, что происходит, ты видишь, какие дома, какого цвета, какие магазины, какие кафе, какое вообще, оказывается, там так всего много находится. Даже если вы ходите пешком, начните обращать внимание осознанно, где вы проходите, вы тоже очень много всего нового увидите. Мы всё время находимся, мы поглощены вот всем темпом, и мы очень много всего не замечаем. Ну вот смотрите, да, но и такая интересная штука, вот вы написали, не зря их раньше не было. Ну вы представляете, насколько вообще мы были с вами ленивыми людьми? То есть насколько вот сейчас темп увеличился, и мы всё это успеваем. Только представьте себе, насколько спокойнее мы жили тогда. То есть вообще мы были улитками, просто улитками. И я понимаю, что на самом деле наш резерв настолько неограничен, что наши дети могут жить ещё в гораздо более высоком темпе. И это не говорит о том, плохо это или хорошо, это говорит просто о ресурсе наших возможностей, бесконечных и безграничных. И это мега круто. Какие внешние источники помогают вам обретать энергию, лично вам? Успехи, победы, конечно же. Я достигатор по своей природе, я уже это поняла. Я люблю любые успехи, а успехи — это соответствие того, чего я хочу, с тем, что я получаю. То есть, когда я начинаю... Мой внешний мир начинает соответствовать моему внутреннему. То есть, когда я придумала себе что-то, и это реализовалось в жизни во всём абсолютно. В отношениях, в какой-то материальной вещи, в каком-то путешествии, в каком-то ощущении, которое я словила, я мечтала, что так будет. И вот это происходит. Очень круто я ловлю такие штуки, когда я прихожу на встречи с рерайтовцами, периодически ребята организовывают мне встречи, и когда они начинают что-то делать, проводить, дарить, говорить, и я понимаю, что это то, что я представляла, то, чего я всегда хотела. Вот это меня очень сильно наполняет, потому что я понимаю, что я развиваюсь и двигаюсь. Для меня сам факт развития крайне важен. То есть, я из тех людей, которым важен рост, которым важно понимание, что я не прожигаю эту жизнь. Для меня очень фантастические вещи, когда мне люди пишут о своих успехах, когда они рассказывают мне о том, как им это помогло, что они сделали, что у них началось. Это меня очень сильно драйвит. Я каждый день начинаю с чатов, у меня их сейчас порядка пяти или шести, там, постоянно их количество меняется, потому что они переходят, что-то заканчивается, что-то начинается, и каждый день я читаю истории, и иногда это очень трогательные истории, разные. И меня это очень драйвит, потому что я как минимум понимаю, что я человек, который помогает другим, я что-то в этом мире оставляю, я влияю на что-то. Это мега круто. То есть, для меня это действительно драйвер. Ну, если говорить, там, типа, купить шмотку, ну, там, нет, такого уже нету. Больше драйвер, когда какой-то этап произошел. Я длительное время все время хотела очень сильно перейти к тому, чтобы там изменить свой стиль, изменить свой гардероб, что-то кардинально. И вот когда я вижу, что раз, и вот недавно я там почистила вот все буквально, там, за все свои годы жизни, что насобиралось, и я понимаю, что все, я как-то стала мое внутреннее соответствовать внешнему, ничего нету лишнего, меня это драйвит. То есть, когда вот какая-то моя внутренняя цель сопоставляется с реальностью. Наверное, так. Еда, музыка, фильмы могут давать энергию. Ну, если вы человек еще, наверное, который начинает этот этап, то, наверное, еще вам способна не давать, потому что, ну, наверное, в моменте это может быть. В каком-то таком наполняющем постоянно. Конечно, если ты попадешь на какой-то классный концерт живой, на что-то такое, да, но это моментные, это такие моментные радости. Вот. А вообще, самый главный драйвер, это когда вы понимаете, что это вы, источник этой энергии, что это не музыка вас напитала, что это вы, что это сделали, что заставило вас себя только что признать, уважать себя. Когда вы понимаете, что это я могу, что это я, источник этой энергии, что это я, это во мне находится, внутри, а не извне, это очень круто, мы в этот момент себя чувствуем другими, почему говорят, что человек энергоемкий, вот подходишь к нему и можешь от него заряжаться, вот от него идет этот, он может быть маленький, хиленький, неважно, как он одет, но он вот такой мощный, вот этот человек, который источник этой энергии, я обожаю таких людей, очень люблю, как правило, это люди, которые находятся в своей теме, в своем деле, они горят, живут, они потрясающие, поэтому так важно это делать, так важно искать себя, так важно выращивать себя, так важно работать со своими барьерами, со своими ограничениями, я страшно люблю, когда я осознаю, что только что я выявила свой ограничитель, я его убрала, и это мега классно, вот любое вот это осознание глубокое, оно очень крутое, потому что ты словно вы убираешь какой-то стоп-кран, какую-то знаете, вот педальку, которая тебе мешала, это мега классно, супер классно, этого нельзя никогда стесняться, надо наоборот, гордиться, находить это и работать с этим. Подскажите, как найти себя, 12 лет работаю в тюремной сфере, и хочу все в корень изменить, мама троих детей, ну я честно вам скажу, я не понимаю, что вы вообще делаете в тюремной сфере, еще и мама троих детей, я вас не осуждаю, ни в коем случае, я не понимаю, потому что я считаю, что человек, работающий в такой энергии, сам себя за что-то наказывает и запирает в тюрьму, вот, поэтому лично для меня это вообще непонятная работа, неприемлемая работа, какую карму вы отрабатываете в этом, я бы увольнялась прямо сейчас, просто бы увольнялась бы и понимала, что я точно найду, что делать, для меня очень это странный момент. Так, если вам скажут, что вы зря прожили жизнь, так как люди этого не ценят и время все меняет, как вы к этому отнесетесь, как внушить себе, что это все не зря? Вы знаете, когда вы развиваете себя, вам все равно, что вам скажут, то есть у вас есть внутреннее ощущение сознания того, кто я, что я, это ощущение, оно внутри вас, мне вообще плевать и насрать, что там обо мне скажут, честно вам говорю, когда люди дают мне энергию благодарности, это одно, когда люди стараются дать мне оценку, мне вообще на это насрать, потому что я прекрасно знаю, кто я, я ощущаю это, и мне не нужно никакое подтверждение извне, что там это правда или это неправда, благодарность это энергия, это совершенно другая история, а кто и что говорит, какая разница, ни один человек, состоявшийся в этой жизни, не позволит плюнуть на другого, тем более того, кто действительно что-то достиг, просто не позволит, вот так не бывает, поэтому слушать мнение несостоявшихся людей, которые считают, что единственное, что они могут в жизни, они больше ничего не могут, только плевать на других, ну как бы, ну о чем тут говорить, это как вот знаете, как тебе говорят, да, там часто об этом тоже такой пример приводит, что тебе говорят там, ты стул, ты обидишься на то, что ты стул, ну не обижусь, я же знаю, что я не стул, то же самое, я тоже знаю, кто я, и этому всегда есть факты, вот знаете, материальный мир, это подтверждение, я вам хочу сказать, вообще нахрена нам все эти сумочки Диор и машины Порше, это наше подтверждение того, кто мы есть, потому что есть факт, это деньги, деньги, мы живем в материальном мире, определяют то, насколько вы востребованы и нужны, я всегда себе говорю, что твой факт, это деньги, если люди тебе несут деньги и платят деньги, и ты можешь позволить себе жить так, значит ты действительно чего-то стоишь, если люди тебя любят и говорят, какая ты хорошая, но не хотят нести тебе деньги, значит ты не донесла свою ценность для них, и они готовы отдать свои деньги за досточку, за бутылку воды, за жетончик, но не за тебя, не за твои знания, кто-то говорит, вы пересказываете чужие книги, ну прекрасно, перескажите вы чужие книги, люди, которые учатся у меня, прекрасно знают, почему они ко мне приходят, и даже если я буду читать чужую книгу, то я буду читать так, что это тоже будет достойно, актеры говорят чужие слова, если вот так об этом говорить, правда, они читают по бумажке сценарии, и получают миллионные гонорары, и люди понимают, почему это происходит, и что есть в самом этом актере, поэтому тут дело такое, знаете ли, когда вы начинаете быть уверены в себе, когда вы растете над собой, а когда вы растете, эта уверенность приходит, у вас подобных вопросов просто не будет, поэтому начните этот путь, и вы увидите, насколько пофиг вам станет вот это вот, кто чего вас сказал, стул вы или табуретка. Здравствуйте, как бы с негативным окружением родных, которые постоянно критикуют, и навязывают жизнь по их правилам, уходить от этого окружения, вы взрослый человек, возьмите ответственность за свою жизнь, я уже об этом говорила, вы вправе жить так, как вы хотите, вы можете найти себе работу, вы можете снять себе квартиру, вы можете сказать своим родственникам, любимые, я вас обожаю, но я не позволяю вам переходить через мои личные границы, поэтому мы будем с вами говорить о погоде, мы будем с вами читать Пушкина, мы будем с вами пить вкусный чай и печь Наполеон, но это все, что мы будем с вами делать, точка, вы взрослый человек, еще раз говорю, даже мои дети умеют уже отстаивать свои границы, когда они начали задавать мне вопросы, а что делать, если учитель скажет так, а что делать, если делать это, я очень четко им объяснила, что учителя задача учить, а ваша задача учиться, все остальные вопросы, это некомпетенция тех или других людей, кто что имеет право делать, а кто что не имеет право делать, нужно расставлять эти границы, когда эти границы разумно расставлены, поверьте, все прекрасно происходит, вы не жертва в этой жизни, вы в этой жизни не вечный ребенок, который должен что-то выполнять, если ваши родители так делают, прекратите, оборвите эту связь, как взрослый человек, и не дай бог, не несите это своему ребенку, помните о том, что вы станете примером для своих детей, и если вы хотите также испоганить жизнь своих детей, продолжайте в том же духе, начинайте работать с осознанностью, я зачем рерайтер жизни делаю, для того, чтобы приходили, у меня приходят дети, у меня приходят мамы, у меня приходят бабушки, у меня приходят папы, у меня приходят мальчики, разные люди, мы все с вами, вне зависимости от возраста, имеем право понимать, что с нами происходит, мы имеем право изучать себя, мы имеем право меняться, мы имеем право жить той жизнью, которую мы сами для себя выбрали, поэтому наша задача с вами просто это осознать, перестать быть растениями, перестать быть ведомыми какими-то овцами, которыми руководят и которым говорят, вы сами принимаете решение за то, что с вами будет, потому что ответственность так или иначе всегда будет лежать на вас, и вы принимаете решение, быть вам богатым или бедным, быть вам человеком, который по жизни лидер, или человек, который постоянно потакает кому-то, вы сами за все это отвечаете, быть вам толстым или быть вам худым, жить вам в счастливых отношениях или нет, работать в тюрьме, в больнице или не работать, вообще это ваш выбор, и он находится вот здесь, и это первое, над чем вы должны научиться работать, ваша осознанность это умение думать самому, анализировать совершенно банальные, простые опции, которые даны каждому человеку, вам не каждому дана с рождения машина, как и мне была, вам не каждому дан роскошный дом, как и мне, но вам каждому дан мозг, и если еще при этом вам дана речь, вы родились здоровым человеком, вы не отрабатываете карму прошлых жизней, вы ходите, вы говорите, значит у вас есть все карты для того, чтобы создать ту жизнь, которую вы хотите, и ту жизнь, которая у вас есть сегодня, вы ее сами создали, вы ее создаете, вы ее выбираете, и не говорите мне, пожалуйста, что вот это все причина в ваших родственниках, мужьях или сложной жизни, это все причина в вашей голове, и в вашей лени, и в том, что вы вместо того, чтобы смотреть меня, читать кого-то умного, проходить, работать, делать упражнения, медитировать, смотрите новости и обсуждаете пандемию и прочие важные очень моменты в жизни, вот и все, все просто, дорогие мои, так, хочу найти рерайтовца в своем городе, есть кто из Новосибирска, у нас есть общая группа, где люди пишут, из каких они городов, в телеграме, у вас в марафоне, в кабинете личном, есть там, добавить свою визитную карточку ко всем рерайтовцам, вот вы можете там добавляться и смотреть по хэштегам, я специально сделала группу, те, кто не ленится и добавляются, могут находиться в своих городах, вот, поэтому все это вполне возможно и предсказуемо. Итак, у нас сейчас будет скоро с вами заканчиваться эфир, достаточно энергичный, темка пошла, конечно, ну уж простите, такая ваша Оля, начали за здравие, закончили еще за большее здравие, и за деньги, и за все, но самое главное, что я хочу, чтобы вы знали, это то, что ваша жизнь может быть абсолютно любой, и в ваших руках находится, о, видите, вот и нашлись из Новосибирска в моем эфире, круто, в ваших руках находится абсолютно все, поэтому перестаньте делать самую страшную ошибку, ждать, что что-то произойдет само по себе, все произойдет так, как вы решите. У нас сегодня стартовал марафон Рерайтер жизни, сегодня 1 октября, и еще сегодня доступна покупка пробной версии, вы можете зайти в этот марафон и увидеть, что там происходит, понять для себя, насколько это вам интересно или нет, и начать свое знакомство с осознанной жизнью. Я вам могу точно сказать, что никакие подобные марафоны вы не проходили, потому что ничего подобного нет и вряд ли будет, потому что для того, чтобы создавать такое, нужно этим жить, и нужно быть Олей Ермиловой, а быть Олей Ермиловой нельзя по определению, потому что я такая одна. Обнимаю вас, ссылка на участие в марафоне есть сверху, присоединяйтесь к нам, вы точно не пожалеете. Люблю, целую, пух. И попрошу вас, как всегда, оставить несколько теплых слов, если вам понравился этот эфир, под видео. Буду вам очень-очень благодарна и с большим вдохновением делать новые эфиры. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!